Привет, друзья! Сегодня я хотел бы поговорить на самую душевную для меня тему. Это тема спорта, спортзала и так далее. Как вы сами уже, наверное, догадались, я живу теперь немножко не в России. И, во-первых, хотел бы отметить кое-что. С самых первых дней я был сильно удивлен тем, насколько больше здесь спортивных молодых людей. Здесь six-pack, или же, как его называют в России, шесть кубов пресса. Как-то странно звучит. Короче, здесь это не редкость, здесь это просто то, что можно встретить там у каждого третьего молодого человека. В России такого и подавно нет, да? И, видимо, я нашел ключ к этой загадке. В общем, смотрите, здесь протеин, охрененный протеин, американский, вроде бы американский, короче, либо американский, либо немецкий. Здесь изотоник, то есть изольный напиток, который ты во время тренировки употребляешь, и из-за этого тебе не так больно, ты не устаешь так сильно. И здесь креатин, замечательный стопроцентный креатин моногидрат, просто прекрасный. Ну, еще и шейкер прикупил себе. Конечно, шейкер не самый большой технологичный, но там других не было. И вот цена всей этой закупки дешевле, чем банка нормального протеина в России. Я сейчас не шучу. То есть, вот все это вместе стоит, как вот такая баночка полупротеина. Я охренел. У нас реально в некоторых магазах в Рашке пиво дешевле, чем вода. Это просто пипец. И я считаю, что здоровая, сильная, крепкая молодежь, это один из самых важных параметров успешной страны. Потому что сильные молодые люди, это то, что даже век технологий будет двигать общество вперед. Это те люди, которые будут выполнять тяжелую физическую работу в России, где автоматизация на каком-то довольно смешном уровне, это тем более важно. Ну ладно. Не об этом. Я сейчас записался в зал. Опять же, зал замечательный с американскими тренажерами. Стоит, ну, пипец как дешево. Я не знаю, такое же выгодное предложение. В Питере есть только в московском районе. Фитнес-дрим. Можете загуглить, кто оттуда примерно с Питера. Вот там такой нормальный зал за очень дешево. Там еще тренера работают крутые. В общем, я записался. Вчера уже отходил. Но я не взвесился, ничего там. Просто до сих пор все болит. И суть в том, что я сейчас возвращаюсь в спорт. У меня был довольно большой перерыв. То есть перерыв у меня был больше полутора месяцев. За это время я подсдулся. Может, там что-то и осталось. Но так, очень смешное разве что. Буду постить сюда свой прогресс, чтобы как-то мотивировать вас заниматься тоже. Я занимаюсь на данный момент через день. У меня день железа. День плавания, прогулки, бег и так далее. Либо кардио день. Это вот моя программа тренировок, которую я, в принципе, могу посоветовать. Результаты, которые, я думаю, вы уже видели пару месяцев назад. Когда я буквально за два месяца так хорошенько надулся. И что я скажу в завершении. Занимайтесь спортом, друзья. Потому что спорт, в отличие от ГДшки, это то, что любят телочки. Всем удачи. Всем пока.